Суббота. Усть-Курдюмский тракт. 11.15 утра. Автобус Hyundai двигается в сторону Саратова. Детей из Балакова везут в цирк. В этот момент Жигули 99-й модели въезжает в поворачивающую пятерку. От удара машина вылетает навстречу и сталкивается с бензовозом. Автоцистерна врезается в бок автобуса и переворачивается. Две шестиклассницы погибают на месте. Сначала никто не остановился. Две машины остановились, детей в больницу привезли. А все ехали на телефон, чтобы снимали. В салоне автобуса находилось 16 детей, двое взрослых, родители. Самое главное в тот момент было предотвратить пожар. От удара цистерна бензовоза повредилась. Вылилось 700 литров солярки. Министру здравоохранения доложено о возможности применения авиации МЧС России для доставки самых тяжелых детей в Москву, в клинике Москвы. В Москву спасатели докладывали ситуации прямо с места происшествия. В столице готовились принять балаковских детей, но саратовские медики решили пострадавших не перевозить. Раненых принимали сразу три больницы. Детей первая и третья клиническая, взрослых областная. Уже днем в субботу пять человек было прооперировано. В клинику имени миротворца поступило в общей сложности 11 человек. Четыре человека тяжелые, один крайне тяжелый, осталось пять человек в средней тяжести. И двое, можно сказать, в предварительном состоянии. Тебя как звать? Синий. Синий. Булка? Да, Кобцарапус и все. Тем же вечером к детям приехал губернатор Павел Ипатов, прошелся по палатам, встретился с родителями, их привезли в Саратов и пообещал поговорить с руководством Булакова о выплате компенсации. Саратовские полицейские уже возбудили уголовное дело. Предполагаемый виновник ДТП, водитель 99-й, задержан. Мужчине 49 лет. В момент аварии он был трезв. Но вопросы у полицейских не только к нему. Отвечать придется и руководство школы. Автобус, перевозивший детей, не был оборудован ремнями безопасности. Кроме того, директор должен был заранее сообщить о поездке в Саратов. Тогда бы транспорт с детьми сопровождала машина ГИБДД. Обязательно должна была быть заявка со школы, чтобы работники ГИБДД обязательно осмотрели данное автомобильное средство в выходной день. Естественно, дети дремали, расслабленные. И во время удара их просто покидало. Были бы пристегнуты, я считаю, что таких бы трамбов не было. Решение о поездке в Саратов было принято на собрании в школе. Один из родителей предложил ехать на обычном автобусе. Знакомый водитель за небольшую хвату обещал отвезти детей туда и обратно. Вот только теперь для некоторых обратной дороги не будет. Все выходные к месту аварии приезжали саратовцы. Сегодня на обочине свежие цветы. Ольга Маркова, Валерий Богословский, Александр Королев. Новости. Телеобъектив.